Новосибирск Инвестор намерен в 2023 году. Производительность новой линии составит 14 тонн вторичного сырья в час. Вводить техкомплекс в эксплуатацию будут поэтапно. К примеру, первую очередь, которая будет заниматься рассортировкой стеклобоя, пустят в будущем году. Ну а еще через год запустят вторую очередь. Где и на сколько изменились цены на продовольствие в мае? Как намерены ограничить рост цен на топливо? И на чем россияне стали больше экономить? Смотрите далее. Инфляция в большинстве регионов страны в мае ускорилась. Об этом сообщает Банк России. Наименьший показатель на уровне 3,31% зарегистрирован в Ненинском автономном округе. Наибольший – 8,12% в Калмыкии. Рост цен на непродовольственные товары эксперты объясняют ростом издержек производителей. В частности, за счет повышения мировых цен на металлы и древесину. Также издержками объясняют и подорожание мясных и молочных продуктов, что отразилось на общем уровне инфляции в продовольственном секторе. А вот цены на услуги почти не изменились. Исключение составили только гостиничные услуги, что обусловлено сезоном. Меж тем, треть экономят на продуктах питания. Это показал опрос Центра изучения потребительского поведения «Роскачество». Основные причины для экономии – рост цен на продукты в российских магазинах. На чем же чаще стали экономить россияне? 49% заявили, что стали меньше тратить на алкоголь. 47% – на колбасные изделия. 43% отметили деликатесы. А вот на фруктах, овощах и молочной продукции наши соотечественники все же не экономят. Примечательно, что 59% россиян отмечают, что стали больше денег оставлять в магазинах. А 20% респондентов якобы не заметили изменений в своих расходах. Тем временем, цены на бензин в России могут заморозить. Сейчас вариант фиксированных оптовых цен на топливо рассматривают российские власти. Об этом пишет коммерсант. Комбин, по сведениям издания, уже поручил Минэнерго подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, а также с независимыми нефтеперерабатывающими заводами. В документе должны оговорить цены на мелкооптовые партии бензина и другие виды топлива. Правда, эксперты считают, что независимые заводы могут понести убытки. Однако, сети АЗС, наоборот, в таком случае повысят рентабельность за счет более низких закупочных цен. Напомню, новости ОТС весной уже сообщали, что цены на моторное топливо в Новосибирской области с начала года существенно выросли. Рост цен на бензин, в частности, составил по 10-30 копеек в неделю за литр самых ходовых АИ-92 и АИ-95. Россияне вносят за квартиру в качестве первоначального взноса около третьей от стоимости приобретаемого жилья. Такие данные привел вице-премьер Марат Хуснулин. По его словам, вычислить эти данные аналитикам удалось при подготовке к продлению программы льготной ипотеки. Также чиновник сообщил, что средний размер кредита составляет до 3 миллионов рублей. Исключение только Москва и Санкт-Петербург, а средняя площадь ипотечной квартиры – 49 квадратов. Напомним, в начале июня президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки в России на год. Правда, процентную ставку решено повысить до 7%, а максимальную сумму кредита для всех регионов ограничили 3 миллионами рублей. Российские парламентарии выступили за радикальное усиление ответственности финансовых организаций за нарушение антимонопольного законодательства. Лидер одной из парламентских фракций Сергей Миронов сообщил, что по данным ФАС в прошлом году такие компании заплатили около 4,5 миллионов рублей штрафов. Чаще всего организации в сфере финансовых вводили граждан в заблуждение относительно условий программы лояльности инвестиционных продуктов. Именно востолько оценили ответственность финансовых воротил за данные нарушения. И это при триллионных оборотах финансового рынка и прибыли по итогам года в 2 триллиона рублей. Уверен, с такими диспропорциями пора заканчивать, заявил Сергей Миронов. Он также напомнил, что на фоне усиливающейся ответственности граждан во всех аспектах правового поля, государство пока не вводит более суровые санкции для банкиров и страховщиков. И с этим, по мнению Миронова, пора заканчивать. На этом у меня все новости. В студии работала Ксения Петренко. До встречи на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok